Король может быть самой важной фигурой в шахматах, но ферзь, безусловно, самая сильная фигура. Как и король, ферзь может двигаться в любом направлении – вперед, назад, вправо, влево, а также по диагоналям, вверх и вниз. Но в отличие от короля, ферзь может ходить на любое количество полей. Единственное, что ферзь не может делать, – это перепрыгивать через другие фигуры. Давайте посмотрим, как ходит ферзь. В этой позиции ферзь может пойти через всю доску по диагонали, потом переместиться по горизонтали, сейчас по вертикали спуститься вниз или пойти на клетку рядом с ним, сюда или сюда. А вот еще один длинный ход ферзем. Мы уже отмечали, что ферзь не может перепрыгивать через другие фигуры. В этой позиции, если ферзь хочет дойти до этого поля, можно отметить, что король перегораживает дорогу ферзю. Поэтому, чтобы попасть на это поле, ферзю потребуется сделать два хода. Например, сначала сюда и лишь затем, на следующем ходу, сюда. А сейчас, когда вы узнали, как ходит ферзь, ваша очередь потренироваться самостоятельно. Продолжение следует... Продолжение следует...